МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне недавно выслали кусок видео, в основе сюжета которого Иерусалим, и там изображена группа молодых людей, судя по прикиду, ортодоксальные евреи, один из которых плюнул в сторону мужчины, шедшего мимо них с ребенка. И была подпись, если евреи так относятся к армянам, то что говорить о палестинцах? Конечно, эмоции берут свое, подписать можно как угодно. Меня удивляет другое. И армяне, и евреи, два древнейших и мудрых народа, тем не менее ведутся на провокации, иногда даже своих недоумков, но чаще ведутся на провокации извне, коим невыгодно сближение армян и евреев. Вы, армяне, мудрый народ, неужели вы не понимаете, что ортодоксы – это отдельная кучка людей, которые выбешивают большинство нормальных, интеллигентных людей, да и евреев в том числе. Ортодоксы в своих же евреев плюются, когда они видят человека, одетого или делающего что-либо, непомикре или танаху, как угодно. Ортодоксы плюют в греков, других христиан, а некоторые из них так и вовсе вступают против государства Израиль, во всякие разные ячейки, даже на митинги ходят, состоят в союзе с той же Палестиной, Ираном, другими антиизраильскими странами. Да и вообще, кто сказал, что этот мужик был армянином, я не пойму. У него что, на спине, на лбу было написано, что он армянин. Ну, идет мужик с ребенком. Кроме как подпись, что вот они плюнули на армянина, больше ничего я там не понял. Так кто на них больше должен вообще обижаться, после всего того, что я сказал на этих ортодоксах? Сами евреи или армяне? К тому же, как я сказал, есть еще азербайджанские и проазербайджанские недоумки, которых, ну, хлебом не корми, дай рассорить армян, хоть с евреями, хоть с кем-либо вообще. Им вообще все равно, с кем рассорить армян. И армяне ведутся, и не в малых количествах ведутся, причем даже не замечают, что делается это намеренно. А что же недавно Азербайджан прогулял резолюцию, когда страны голосовали в пользу Израиля из-за осуждения Хамас? Армения вообще-то проголосовала против Хамас. А Азербайджан просто на заседание не явился. Наверное, живот прихватило, в туалете задержался. Но я совсем не об этом. Недавно некая израильская ципа похвалила азербайджанцев, которых он же сам послал в мусульманскую жопу. Все видели этот эфир, я показывал. Похвалила этих жоп тем, что они орудовали ятаганами в Сумгаите и Баку в конце 80-х. С армянской стороны общественный деятель Владимир Погосян увидел это и пошел поносить его в обратную. Азербайджанцы взяли кусок с Погосяном, пообрезали, как им нужно, залили в интернет и подписали, что армянин угрожает израильтянам. И пошло-поехало. Фамилия его Ципин, израильтянина. Ну, там видно, в принципе, невооруженным глазом, что у этого человека проблема с психикой. Он всех, на чем свет стоит, может поносить, и армян, и не армян, и Алиева, и самих азербайджанцев, кто не хочет подчиняться евреям. Впрочем, правильно делает. Знаете, с чушками только так и надо. А то, что они чушки, так это доказательство того, что взрослые дядьки у них в галстуках, причем, они по телевизору кое-то показывают. Правда, иногда российские менты их раком ставят, но, тем не менее, в галстуках по телевизору показывают и при этом ведут себя, как дети. Берут видео, обрезают и подают, как хотят. Вот, например, кусок моего прошлого видео. Внимание! Видимо, у дегенератов закончились аргументы против армянского народа, как одного из древнейших народов мира. Дегенераты считают, что те древние армяне это на самом деле современные азербайджанцы, а вот современные армяне это индийское племя хаев. Мол, если сами армяне, которые не армяне, называют себя хайми, то что нам-то делать? Нам тоже нужно их назвать хайми. А вот как обрезала этот кусок чушка с принюхивающей физиономией некрофила Фуа Аббасов. Ну, во-первых, он называется Эрмянистан, а не Армения. Те древние армяне это на самом деле современные азербайджанцы, а вот современные армяне это индийское племя хаев. Правильнее называть страну не Армения, а Хаястан. Ну что, почувствовали разницу? Тем не менее, я не стал кидаться какашками, ты такой, сам дурак и так далее. Он много головы уровней ниже меня, да и вообще любого армянина. Да, уже самого недалекого армянина с наименьшим IQ. Он и ниже его. Я дальше скажу, почему. Так вот не случилось, к сожалению, с Владимиром Погасяным. А я тут думал, чего это мой прошлый выпуск собрал так много просмотров за считанные дни. Оказывается, Чушка это сделала мне рекламу. Нарезки показал, а людям-то, у кого голова не чушкарская, захотелось посмотреть цельный кусок. Вот и стали смотреть мой выпуск. Так что спасибо чушкарятам. Погасяну же нужно извлекать пользу и делать выводы, а не нападать тут же. Тем не менее, чушата-чушатами, а как мне кажется, проблема всего происходящего ни в армянах и в Израиле, ни в евреях в Армении, ни в хасидах и ни в плевках. Я понимаю, что морду дать хочется и вполне возможно я бы так и сделал. Проблема, как мне кажется, в образовании если каждый армянин будет знать, что он больше, чем есть, что его соплеменники воспеты другими народами и теми же евреями много веков назад, то никто не сможет столкнуть армян с другими народностями и уж тем более между собой. Это был бы нонсенс, потому что армяне давно живут. На протяжении их истории десятки народов плевались в армян, а армяне плевались в них в обратку. Как результат многих этих народов уже нет, армяне живут. Также евреи не нужно обращать внимание на дураков ни тем, ни другим. А армянам сегодняшним выпуском я хочу напомнить кое-что, чтобы поняли, что являются выше, гораздо выше тех, кто пытается выставить армян за дураков. Армяне и выше, старше, мудрее всех своих соседей на востоке во всяком случае. Да и на западе тоже. Они только и умеют вырезать, обрезать, склеивать, приспосабливать под свою экосистему мазутную. Ведь не зря тот же генерал русской имперской армии Антон Деникин в своих воспоминаниях в очерках русской смуты, изданной в 1921 году в Париже, писал об Азербайджане. Все в Азербайджанской республике было искусственным, ненастоящим, начиная с названия взятого взаимообразно у одной из провинций Персии. Обрезали и забрали. У них в крови переиначивать и сталкивать лбами. Так что вы, армяне, евреи, умные, талантливые люди. Какие азербайджанцы, какие их израильские агенты из числа евреев, какие хасиды, зачем обижаться на больных людей. Они родились обделенные мозгами, так и сдохнут, не познав истины. А если и познают, то сдохнут от тоски. Итак, чтобы смотреть дальше, а вам обязательно нужно досмотреть это видео до конца. Вот просто обязательно. Ставьте сейчас лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Пользуйтесь под этим выпуском в Ютубе. Буду благодарен за донаты. Пользуйтесь там есть и через Сбербанк, через Патреон, через Бусти. Можно продонатить. Реквизиты под тем же, как и были выпусками везде под тем же Ютубом, где вы сейчас смотрите. Если не смотрите, переходите на Ютуб и смотрите, там все увидите. А можете календарь заказать себе и близким. Ссылка также имеется под выпуском. Ну, а я начну и я продолжу, потому что вам нужно досмотреть, и я обязательно скажу то, что вам нужно досмотреть. Итак, как я уже говорил, масштаб армянских корней таков, что их описывали и греки в лице Геродота и Страбона, и римляне в лице Плиния, и евреи в лице Иосифа Флавия. Все это древний мир и все это мы с вами обсуждали и не раз. Сегодня о классиках. Причем, чтобы не загружать эфир и ваше внимание к моей персоне, я возьму во внимание по одному двум классикам из разных материков. И интересно то, что жанры тоже разные у этих самых материков. Кстати говоря, и не только вам, но и азербайджанцев, которые смотрят, они обязательно смотрят, я знаю, что они не пропускают выпуски, вооружитесь карандашом, бумагой и записывайте ссылочки, все, о чем я буду говорить. Это будет интересно и вам в том числе. Баку вам этого не скажут и не покажут. Итак, начнем по материкам, классики, ну, например, Европа, что Европа? Европа, классика, она писалась в основном о войнах, Азия о прекрасном, лирическом, Африка об освобождении от рабства, Америка о финансах и капитале, то есть ничего не изменилось в принципе. И сейчас вы это тоже прочувствуете. И начну я с Европы, значит о войнах. Вот один из самых популярных и старейших эпосов Европы, посвященный событиям восьмого века, когда еще даже пращуры тех, кто вас разводит, я имею ввиду азербайджанцев, не родились они тогда. И написанное в двенадцатом веке, это эпическое сказание французского народа песнь о Роланде. Данный эпос описывает битву армии Карла Великого с Басками. В этом древнейшем литературном памятнике французского народа упоминаются и народы той эпохи, принимавшие участие в битвах. В Тираде двести тридцать два говорится Всех впереди шли люди Бутентро страны откуда родом был Иуда За ними бисбы вся спина у них как у свиней щетиную покрыта За ними шли нубийцы лосы русы славяне сорбы соры и армяне и ерихона жители и мавры и гроссы негры жители валида что никому добра не пожелали Заметьте многих из перечисленных народов уже давно нет а армяне были и есть Могу предоставить венгерские сказания о двенадцати мучениках Арада двое из которых армяне Лазар и Эрно Киш а польский историко-литературный памятник история Хатинской войны 1621 года о битве войска польского с османами так и вовсе написал армянин Иоаннес Кеванаци называемый на польский лад Иоаннесом Каменецким так как он родом из каменец Подольского я напомню это важнейший и старейший литературный памятник Европы в их битве с османами армянин писал ваш предок и вы ведетесь на азербайджанские провокации Перенесемся в Азию к лирикам как я сказал тут я могу уйти в арабские источники чего я не раз делал но понятливее было бы наверное все-таки поближе персидские источники например афганский поэт Суфи Ашгари в стихотворении эй бут фарганг айн рахенбар дель макум здесь он воспевает красавицу армянку умоляет ее стать мусульманкой а если нет то сам готов ради нее стать христианином я понимаю что нынешние азербайджанцы уж давно не читают на арабской вязи но наверняка у вас есть знакомые которые знают персидский язык можете этот текст значит передать и они вам прочтут и переведут это стихотворение афганца Ашгари также среди числа лирических произведений классиков Азии Персии и среди них произведения Низаами которого азербайджанцы также подрезали где надо и присвоили между тем Низаами не был ни азербайджанцем не писал на азербайджанском потому как не был знаком с этим языком турки и ни строчки на нем не оставил где бы был термин азербайджанец или азербайджан ну не было у него в строках этих терминов зато главная героиня его поэмы Хосроф и Щерин сама Щерин армянка и об Армении сказал Низаами в главе поездки Шапура за Щерин в Армению пустыню пересек скакал в другой пустыне спешил к Армении к возвышенной долине Айкопиоглы ни слова об Азербайджане ну надо же Америка и американская классика перейдем на американский континент все мы знаем что отцом русской русского скажем так исторического фундаментального труда является Карамзин и его история государства российского но такой Карамзин есть и у американцев чтобы вы знали имя его Эдвард Эгглстон американский историк и писатель 19 века оставивший важный для истории Америки труд зарождение нации история Соединенных Штатов и их народа которая вышла в свет в Нью-Йорке в 1899 году в своем труде Эгглстон пишет и о середине 17 века Вирджиния предоставляла английским монархам Карлу Первому коронационное шелковое одеяние а Карлу Второму привозил шелк из червей вылупившихся и выкормленных Вирджинии Для этого некий Диггес пригласил армян Вирджинию чтобы они занимались разведением шелкопряда Благодаря им Вирджиния мгновенно обогатилась среди тамошних плантаторов Я напомню речь о 1655 годе Если учитывать что англичане основали свое первое постоянное поселение в современных границах Соединенных Штатов Америки в 1607 году Причем в Вирджинии это было также сделано А армяне уже упоминается в 1655 году Причем сами коренные их пригласили Они не сами туда приехали То армяне тот народ который можно называть одним из пионеров основателей США Ну я вам все показал книга есть в электронном доступе Вы можете ее получить Их упоминания уже через 50 лет если исходить от первых поселенцев англичан Понимаете да? А вы ведетесь на азербайджанцев которые вчера родились Они еще если перевести на язык физиологии такой наш обычный то они еще в грязных штанишках вот такие детки а вы взрослые люди с бородой ведетесь на них Понимаете? Что ж теперь Африка не будем зацикливаться на Америке А Эфиопия во Эфиопия по Африке вот одна из немногих стран которая не подпадала в рабство но царство это эфиопское часто боролось за свою государственность оттого и легенд сказаний в этой стране тоже выше крыши немало героев были иных среди которых есть и армянин Саркис Авидис Терзян который в 1896 году в сражении Приадуа решающем сражении Итало-Эфиопской войны отличился не только в бою но и умудрился раздобыть для издыхающей эфиопской армии 35 пушек 175 тысяч единиц оружия и 13 миллионов патронов все это он закупил у Бельгии и техника эта самая закупленная Саркиса принесла победу в настоящее время Саркис Авидис Терзян является героем не только Эфиопии но и Эритреи Северного Судана и Джабути а об этом армянине пишется вообще в учебниках в этих самых восточно-африканских странах а вас разводят на плевках подписывая кто-то там что в армян плются другие там чушки не знающие рода племени разводят и провоцируют на ответы потирая лапки оки мухи говноедки перед сахарком и вы ведетесь обмельчал народ армянский ох как обмельчал но теперь-то хоть понимаете что вы на несколько голов выше их всех это я только вот такую маленькую такую вот изюминку вам поведал что о вас классики писали в разных концах света а не о вас конкретно конечно о ваших соплеменниках вас знали вас знают и вас все будут знать а эти просто какашки надеюсь теперь будете думать головой прежде чем давать волю эмоции а если хотите знать больше то посмотрите небольшое объявление не выключайтесь и до встречи рад вам сообщить что вышел очередной номер календаря вокруг света армянского на 2024 год и посвящен он как арцахцам так и вот десятилетию антитопора в 23 году юбилей у нас был или будет ну в зависимости от того когда вы смотрите этот самый выпуск ну и хочу сказать что здесь в принципе ничего не изменилось по каждому дню какая-нибудь интересная информация из истории Армении из мира армяноведения каких-то героев армян по всему свету ну и так далее и вообще в этом календаре много чего такого о чем вы в принципе сами найдете я не буду рассказывать я лишь скажу как его заказать тоже ничего не изменилось вам нужно значит обратиться под это самое видео вот под этим самым выпуском если вы смотрите в ютюбе там есть ссылочка называется купить календарь вот проходите по этой ссылочке заполняйте купон и вместе с оплатой там сумма тоже указана какая сумма вместе с оплатой отправляете значит по указанному адресу и если вы проживаете вне российской федерации за пределами российской федерации то вы можете написать на электронный адрес и спросить как нам получить значит этот календарь за пределы россии то есть там соединенные штаты европы в армению грузию и так далее я или ребята которые мне помогают вам обязательно ответят и скажут как это лучше сделать делать